Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о такой процедуре, как трансплантация эндометрия. Процедура новая, разработанная совсем недавно. Это новое слово в репродуктологии. Этой темой сейчас занимаются и разрабатывают ее многие центры в мире и в Европе. Процедура заключается в том, что при тонком эндометрии, когда эндометрий не способен воспринять перенесенный эмбрион или попавший в матку эмбрион, мы можем увеличить толщину эндометрия, тем самым улучшить имплантацию. В чем эта процедура заключается? Берутся клетки эндометрия у женщины, выращиваются в инкубаторе в культуру клеток и эта культура клеток переносится обратно в полость матки. Эти клетки прилипают к базальной мембране, дают хороший рост слизистой и после этого эндометрий способен воспринять эмбрион. В каких случаях это работает? Если есть тонкие эндометрии вследствие синдрома Ашермана, повреждение слизистой матки, нарушение базальной мембраны и соответственно отсутствие роста функционального слоя. Это бывает при абортах позднего срока, при внутриматочных вмешательствах, при спирали, при хронических эндометритах. Если повреждается базальная мембрана, которая дает рост функциональному слою, то функциональный слой потом не вырастает. Таким образом мы как бы засеваем нормальные клетки на базальную мембрану и они дают потом рост функционального слоя. Занимает эта процедура несколько больше времени, чем обычный перенос, потому что нужно сначала забрать клетки, то есть отобрать, потом их вырастить. Эта культура замораживается, а потом в одном менструальном цикле за 20 дней до переноса эмбриона на фоне специальной гормональной поддержки переносится культура клеток, выращенная в инкубаторе. Таким образом мы можем дать в этих случаях безусловно альтернативу суррогатному материнству, то есть если раньше возможно было только выносить ребенка с помощью суррогатной матери у таких пациентов, то с помощью этой технологии мы можем избежать привлечения суррогатной матери и дать возможность пациенту выносить ребеночка самостоятельно.